Вратарь Фельцов вытеснул из ворот двух алкиперов. Означает ли это, что и тому и другому пора подыскивать новые клубы? Я бы так не сказал. В нормальных командах обычно по четыре вратаря. Сейчас в арсенале полная обойма. Взяли Березина, есть Фельцов, есть Кот, который восстанавливается после травмы. Но я бы не спешил с таким заявлением, чтобы Фельцов вытеснил. По сути дела, вчера Фельцову работать не было никакой. Оценить, насколько он вчера отстоял. Несколько раз он сыграл на выходах. Сыграл, я бы не сказал, чтобы прям ох сказали. Ну, вынес и прочее. По сути дела, работы-то у него вчера в матче не было. Просто я слышал комментарии некоторые во втором тайме. А что было во втором тайме, где Фельцов проявил себя как вратарь, которым можно оценить его сейчасшний уровень. Ну, просто вчера превосходство арсенала было очевидным на фоне игры Красноярского и Енисея. Мы просто ничего им не дали сделать. И поэтому сказать, что Фельцов прям вот такой вратарь, по сравнению с тем же Мухой, ну, я бы не спешил делать никакие выводы. Посмотрим, вот сейчас будет матч в Тюмени. Вот я думаю, там на вратаря будет большая нагрузка, нежели в матче с Красноярском. Новичок арсенала Браун Форбс по-прежнему не прибыл в расположение команды. Второй раз после случая с Инкетия красно-желтые оказываются в щекотливой ситуации с легионерами из дальнего зарубежья. Наш клуб не умеет работать с такими игроками. В ситуации с Инкетией и с Форбсом, мне кажется, это разные вещи. Инкетия все-таки находился у нас в России, долгое время тренировался. И как, опять же, официального не было никакого заявления, что с ним случилось с Инкетия. Есть там всякие домыслы, что какое-то у него нашли хроническое заболевание, которое не могли определить сразу. Еще что-то там, ну, то есть слухи, разговоры ходят, начиная от СПИДа и заканчивая Эболой. Но официального ничего не было. Что касается Форбса, то вообще это игрок-загадка. Почему? Потому что он все-таки был в России, был в Крыльях Советов, был в Ростове. Но на нормальном уровне он так нигде не заиграл. И поэтому его появление в рядах Арсенала немножечко странновато. Почему он не прибыл? Ну, все-таки не забывайте, что у нас существует в стране, во-первых, визовый режим. Раз. Во-вторых, у нас требуется получение рабочей визы для того, чтобы человек мог играть в нашем чемпионате. Ну, видимо, решаются какие-то вот именно организационные вопросы с его прибытием. Тем более, что Павлов сказал, что ждет этого игрока на сборе в Кратово. Вот сегодня команда уехала туда в 11 часов. Вот ждут. Ну, давайте посмотрим. Я не думаю, что это не умение работать. Здесь посмотрим, насколько приобретение Форбса окажется действительно необходимым Арсеналу. И насколько он сможет действительно помочь команде. Как вы оцениваете возвращение в состав звезд эпохи Оленичева – Игнатьева и Смирнова? Оба не пользовались кредитом доверия у Булатова. Оба играют третий матч, в которых Арсенал набрал 7 очков. Ну, давайте начнем с того, что мое мнение по Игнатьеву, я всегда считал, что это очень хороший игрок. И то, что у него не сложилось какой-то период в РФПЛ, его очень здорово надломил матч с Териком, когда Сергей наошибался и попал под определенный психологический пресс и не смог восстановиться. Потерял доверие Оленичева и не смог оказаться игроком скамейки, захотел уехать в Казахстан. Хотя, мое мнение, что зря все-таки Игнатьев – это игрок именно Оленичева, игрок Павлова, тренеров, которые любят таких игроков. Отчаянных, смелых, которые склонны, ну, знаете, вот они могут на пятачке обыграть, могут прострелить, обострить пахарь, он всю бровку отрабатывает. Поэтому то, что Игнатьев оказался в какой-то период не нужен Булатову, ну, не знаю. Мне кажется, что если у нас на матчи выходили, там, я уже забыл фамилию, там, маленький бегал какой-то, вот, и уж Игнатьева, если не выпускать на поле футбольное, ну, я не знаю, какой еще игрок должен быть на бровке. Игнатьев, я считаю, что один из сильнейших вообще игроков ФНЛ, один из сильнейших. И, посмотрите, он как индикатор играющей команды. Играл Оленичевский арсенал, Игнатьев был заметнейшей фигурой. Сейчас Павлов дает команде такие же, ну, команда играет, команда дышит, да? Опять Игнатьев заметен. Как только начинаются какие-то тактические схемы, где надо бежать туда, то есть по стрелке, возвращаться тоже по стрелке, вот, от сих до сих, играть в механический футбол. Конечно, Игнатьев не для такого футбола, и, естественно, в эти схемы не вписывался. Что касается Смирнова, то, повторяю и повторяю, что это эпохальный игрок для нашего города. Человек, который принес историческую победу со Спартаком, который забивал Зениту. Человек, который умеет из определенного момента сделать, выжать конфетку. И уверен, что если Дима захочет завершить, уже третий или четвертый раз повторяю, что прощальный матч Смирнова должен состояться именно в Туле, на нашем стадионе. Достаточно ли потенциал костяка игроков для успешного выступления в переходных матчах за путевку в Премьер-лигу? С кем бы предпочли увидеть двухматчевое противостояние, если Арсеналу не удастся завоевать прямую путевку в Высший Свет? С крыльями Советов, Санжи, Уфой, Динамо или Кубанью? Честно говоря, у меня почему-то есть такая уверенность, что Арсенал поборется за прямую путевку. И ключевым сейчас станет трехматчевое турне. Наверное, две игры надо будет отметить. Это Тюмень, потому что в Тюмени легко никому не бывает. Команда, знаете, пусть у них даже есть финансовые определенные проблемы, пусть их покинули лидеры, но тем не менее сейчас в Тюмени очень хороший мужской коллектив, которые сражаются в каждом матче, выходят и вот за эмблему своего клуба они бьются. И поэтому с Тюменью играть всегда сложно. Это команда, которая не сдается, это команда, которая имеет вот этот стержень волевой. Сибиряки, помните, как они в Туле играли? Они просто придавили Арсенал физической своей мощью. Они ничего не дали нам сделать абсолютно в Туле. То есть они доминировали на поле, они не боялись. Это вот такая хорошая команда, которая проповедует какой-то свой особый атлетичный футбол, сибирский, можно сказать. И поэтому нашей команде там будет непросто. Ну и плюс дальневосточный вот этот вот выезд команды, он совсем-совсем непрост, ибо и Луч, и Sky Energy, находясь в зоне вылета, они очень опасны. Опасны вдвойне. Что касается переходных матчей, ну, очень далекая тема. Если рассуждать сейчас о том, с какой из команд играть легче, ни с кем легко не будет, ни с одной из перечисленных вами команд. Даже тоже Анжи, которая оказалась беспомощна в матче против Спартака последнего, да, или Уфа, которая у себя на поле проиграла московскому «Динамо», или Мордовия, которая там карабкается, никак не может зацепиться за что-то серьезное, да. Это все очень хорошие команды, очень высокого уровня. И в переходных матчах команды в ФНЛ будет очень-очень сложно играть с этими командами. Вот я уверен, что повторение, когда четыре команды из ФНЛ вышли в РФПЛ, ну, это был, наверное, один раз в сто лет. Такого в этом году точно не повторится. И поэтому все-таки надо Арсеналу стремиться выйти со второго места в РФПЛ, если мы реально туда хотим попасть. Видна ли на сегодняшний день работа Павлова и в чем это проявляется? У нас почему-то принято в последнее время хаять специалистов, кто в возрасте. А посмотрите на деле. Гаджиев поставил очень хорошую игру «Амкару». «Амкару». Не помнящих, удачно работает с Томском. Павлов за две недели сумел реанимировать Арсенал. Это люди, которые имеют огромнейший тренерский потенциал, которые имеют огромный, богатый опыт именно работы с командами, которые очень хорошие психологи, очень хорошие теоретики, тактики. Люди, которые могут очень быстро оценить возможности и способности того или иного игрока. И посмотрите, Павлову не пришлось долго раскачиваться. Он определил для себя костяк очень-очень быстро. Причем вот сейчас уже задается вопрос, а где у нас Федотов, а где кто? А вместо кого сейчас выходить, вот, перечисленным людям? Сейчас за три матча, которые провели, у нас никто в составе не упадает. Ну, подсаживается физически. Маслов пока, может, не хватает. Там Игнатьев из-за большого объема работ тоже его меняет в каждой игре. Но, как я понимаю, Павлов не собирается от своей линии отходить. И вот, скорее всего, вот этот вот костяк из 11 человек и там где-то 4-5, которые выходят на замену, скорее всего, он и останется у нас до конца сезона. Да, возможно, конечно, изменения из-за травмы, из-за дисквалификации. Видимо, все-таки там в очень-очень близком резерве у нас находится Смирнов, который выходит на все матчи. У нас Ершов, ну, из остальных, те, кто сидят на скамейке, ну, наверное, тот же Федотов, наверное, тот же Вуевич, скорее всего. Вот. Кто еще? Ну, Горбанца он постоянно выпускает. Кто еще может добавиться? Ну, если в хорошей форме Федотов, и если он действительно конкурентно способен сейчас будет на этой позиции, на крайнего полузащитника, ну, значит, ему будет дан шанс. Если он после травмы так и не набрал нужной кондиции, я думаю, так он и будет сидеть. Знаете, сейчас показательная будет игра 23-го числа, когда наш Арсенал будет играть с командой 2-го дивизиона Домодедова. Все-таки там Павлов даст возможность всем футболистам, которые не выступали в этих матчах, он им даст возможность себя проявить. И, мне кажется, это будет шанс для тех футболистов, которые находятся в запасе, показать себя в деле для нового наставника, чтобы он обратил на них внимание и дал им шанс выступить в основном составе. Субтитры создавал DimaTorzok